Секция седьмая. Трус. Всеволод Гаршин. Рассказы для детей и взрослых. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Война решительно не дает мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится, предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда. Но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лишний день уносят сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены. Только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действия гораздо более сильные, чем на окружающих. Другой спокойно читает, потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито пятьдесят, ранено сто, и еще радуется, что мало. А у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина. Пятьдесят мертвых, сто изувеченных. Это незначительная вещь. Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулеметрупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Отчего катастрофа на Телегульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам человек, заставила кричать о себе всю Россию? А на аванпостные дела с незначительными потерями тоже в несколько десятков человек никто не обращает внимания? Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, сказал мне, — Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты, и вам самим придется стрелять в людей. Меня, Василий Петрович, не заберут, я зачислен в ополчение. — Да, если война затянется, тронут и ополчение. Не храбритесь, придет и ваш черед. У меня сжалось сердце, как эта мысль не пришла мне в голову раньше. В самом деле, тронут и ополчение, тут нет ничего невозможного. Если война затянется, да она, наверное, затянется. Если не протянется долго эта война, все равно начнется другая. Отчего же не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро. Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти, умирать и убивать. Да нет, это невозможно. Я смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей. Думавший через год-два начать иную работу, труд, любви и правды. Я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла. Я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна, которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы, свободы располагать своим телом. Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны. «Относить, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет», — говорит он. «Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит вам бедствие, она и меня лично обижает. Она не дает мне доучиться, устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет с сестрой Милосердия». «Неужели?» «Третьего дня решилась, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отговаривал, спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. После, — говорит, — да учусь, если жива буду». «Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится». «А что ж Кузьма Фомич?» Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил в зверскую и заниматься совсем перестал. «Я за него рад, что сестра выезжает, право, а то просто извелся человек. Мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает». «Но уж это любовь!» Василий Петрович покрутил головой. «Вот и теперь прибежал привезти ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна». «Мне кажется, Василий Петрович, что нехорошо, что он живет с вами». «Ну, конечно, нехорошо. Да кто ж мог предвидеть это? Нам с сестрой от квартира велика, одна комната остается лишняя. Отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне по правде сказать и на нее досадно. Но чем Кузьма хуже ее? Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. «Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты. Мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой. Они скоро придут». «Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда. Прощайте». «Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму». Они шли молча. Марья Петровна с принужденно сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искосо взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня. «Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбало из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок. Двенадцать тысяч! Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составится дорога в восемь верст. Что же это такое? Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут. Или его у него взяли, я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно – гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо? Я не берусь судить, да и не могу, я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массой упролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее. Он не понимает, чем его смерть послужит и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом. Трус я или нет? Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос. Не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни ввиду великого дела? И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела? Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, правда, немногие, в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь, и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня. Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться. В книге вместо букв валящиеся ряды людей. Перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли. Вчера вечером я пришел к львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо. — Что с тобой? — спросил я его. Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить. — А у него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, — сказал Марья Петровна. — Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался. А теперь вот до чего дошло. — Доктор сейчас приедет, я заходил к нему, — сказал Василий Петрович. — Очень нужно было, — процедил сквозь зубы Кузьма. — Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается. — Чем бы не кончилось, все равно, — пробормотал Кузьма. — Вовсе не все равно, Кузьма Фомич, не говорите глупостей. — Тихо сказала Марья Петровна. Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение. И это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся. Одна Марья Петровна сострадательна и серьезно смотрела на Кузьму. Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор Большой Весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменилось на озабоченное. — Пойдемте, пойдемте в вашу комнату, мне нужно хорошенько осмотреть вас. Я пошел за ним, в комнату Кузьмы. Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами. — Ну, вы, извольте, лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? — спросил доктор. — Есть, я думаю, — ответил Кузьма недоумевающим тоном. — Я попросил бы их, — сказал доктор, любезно обращаясь ко мне. — С этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной. Он вышел из комнаты, Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то в полголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другую ложечку в чашке с чаем. Доктор приказал дежурить около Кузьмы. — Разве в самом деле есть опасность? — тревожно спросила Марья Петровна. — Вероятно, есть, иначе зачем были бы эти дежурства. Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна? — Ах, конечно, нет. Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдемте к нему. Ему ведь очень скучно лежать одному. Кузьма встретил нас, улыбнувшись, насколько ему позволила опухоль. — Вот, спасибо, — сказал он. — А я думал уж, что вы меня забыли. — Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем. Нужно дежурить около вас. — Вот до чего доводит непослушание, — улыбаясь сказала Марья Петровна. — И вы будете? — Робка спросил Кузьма. — Буду, буду, только слушайтесь меня. Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия. — Ах, да, — сказал он, вдруг обращаясь ко мне. — Дай мне, пожалуйста, зеркало вон на столе лежит. Я подал ему маленькое круглое зеркало. Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело. И, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова. Сегодня мне, наверное, сказали, что скоро потребуют ополченцев. Я ждал этого и не был особенно поражен. Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь. Мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состояв то же время на службе. Меня пристроили бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а, во-вторых, что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. — Нехорошо, — говорит мне внутренний голос. Случилось то, чего я никак не ожидал. Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами. — А что такое, Марья Петровна, что с вами? — Тише, тише, пожалуйста, — зашептала она. — Знаете, ведь все кончено. — Что кончено? Не умер же он. — Нет, еще не умер. Только надежды никакой. Оба доктора. Мы ведь другого позвали. Она не могла говорить от слез. — Пойдите, посмотрите. Пойдемте к нему. — Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите. — Все равно. Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало, ведь сам скоро был бы доктором. Тяжелый запах анатомического театра наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь. Лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно. — Что с ним? — спросил я шепотом. — Выпусть он сам. Оставайтесь с ним, я не могу. Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий. А я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате. Только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку, да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его. Не то, чтобы его черты слишком переменились, нет. Но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем, хотя особенной дружбы между нами не существовало. Но никогда мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи, радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону. А теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. Неужели он в самом деле так опасен, думал я. Не может быть, не может же человек умереть от глупой зубной боли. Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо. Он открыл глаза и увидел меня. Не переменяя выражение лица, он заговорил медленно, делая остановки после каждого слова. — Здравствуй! Вот видишь, каков я конец наступил, подкрался так неожиданно, глупо. — Скажи мне, наконец, Кузьма, что с тобой? Может быть, вовсе и не так дурно? — Не дурно, а ты говоришь. — Нет, брат, очень дурно. На таких пустяках не ошибусь. На, смотри. Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку, и на меня пахнуло невыносимым тропным запахом, начиная от шеи, на правой стороне, на пространстве ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена. Вот уже четыре дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марией Петровной, то с ее братом. Жизнь, кажется, едва держится в нем, а все не хочет оставить его сильного тела. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как трепку, и доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы вдвоем или втроем приступаем к постели Кузьмы, повертываем и приподнимаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттоперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, потому что, — объясняет он, — щекотно. Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, «бразды правления», то есть гуттоперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения, и вся постель бывает облита водою. Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недосягаемым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним. А он спокойно принимает ее заботливость, как должное, и говорит с нею точно отец с маленькой дочерью. Иногда он очень страдает, рана его горит, лихорадка трясет его. Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма окажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди! И все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромной массой людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях грудами мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел. Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа. Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике и проснулся, разбуженный толчками в плечо. «Вставайте, вставайте!» — говорила Марья Петровна. Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала. «Пятна! Новые пятна!» — разобрал я, наконец. «Какие пятна? Где пятна? Ах, боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались! Я уже послала за доктором!» «Да, может быть, и пустое!» — сказал я с равнодушием только что разбуженного человека. «Какое пустое! Посмотрите сами!» Кузьма спал, раскинувшись тяжелым и беспокойным сном. Он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Эта гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хоть я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые, решительные признаки смерти заставили меня побледнеть. Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени и молча смотрела на меня отчаянными глазами. «Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна! Придет доктор, посмотрит, может быть, еще не все кончено, может быть, еще выручим его!» «Нет, не выручим, умрет!» – шептала она. «Ну, не выручим, умрет!» – отвечал я и так же тихо. «Для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя ж так убиваться, ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи». «Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни, и сама не могу объяснить себе, отчего это? Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня. А умрет он, сердце у меня разорвется, всем не будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердце, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что люби я его. Жили бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь, думаешь, оправдываешься, оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет, виновата, виновата, виновата. Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что говорит Мария Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветилось солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь, и страх смерти. Одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых, дрожащих век. Мария Петровна смотрела на него несколько мгновений, как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклоняясь над бедным полутрупом, она поцеловала его. Тогда он открыл глаза. «Боже мой, как не хочется умирать!» – проговорил он. И в комнате вдруг раздались странные тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим. Я ушел из комнаты, я сам чуть было не разревелся. Мне тоже не хочется умирать. И всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты, а там Кузьма вместе со страхом смерти и физическими страданиями испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то. Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих, или, валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот приедут и добьют, или наедут пушки и раздавят, как червяка. Конец первой части рассказа Трус Окончание следует